Уже завтра глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В Ереване в эти дни идет подготовка ко встречам на высшем уровне. Повестка обещает быть насыщенной. В столице Армении сейчас находится наш корреспондент Зарина Ахмеджанова. Она расскажет, какие новые рынки намерены открывать страны-участницы ЕАЭС. Город с историей в тысячи лет готовится к заседанию Высшего Евразийского экономического совета. На главных улицах Еревана поднимают флаги государств-участников крупнейшего континентального союза. Главы Казахстана, Армении, Белоруссии, России, Кыргызстана и Молдовы. Страны в статусе наблюдателя встречались на юбилейном саммите в Нур-Султане всего 4 месяца назад. И вот снова настала пора сверить часы. Ожидается, что во время заседания будет подписано соглашение о свободной торговле стран ЕАЭС Сингапуром с сильнейшей экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона. Это ключевая тема встречи завтрашнего дня. Эксперты уже предрекают соглашению большие перспективы. Евразийская интеграция сможет расширить зону своего экономического влияния и открыть торговые ворота на рынке ассоциаций государств Юго-Восточной Азии с населением в 600 миллионов человек. Я думаю, что сейчас все понимают, что главный вектор развития мировой экономики это сфера высоких технологий, это сфера искусственного интеллекта. То есть постепенно экономика, мировая экономика из сферы сырьевых технологий сырьевой сферы переходит в сферу, так сказать, умных технологий, смарт-технологий. В этом плане, я думаю, очень большие резервы есть. К слову, премьер-министр Сингапура Ли Сиан-Лунь с официальным визитом прибыл в Армению еще вчера. Стоит отметить, что в государственной резиденции, где и состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, в качестве почетного гостя ждут прибытия президента Ирана Хасана Роухани. Здесь нужно сказать о том, что ЕС давно ведет переговоры по созданию зоны свободной торговли и с этой Исламской республикой. Но на какой стадии находятся договоренности, станет, известно, не раньше завтрашнего дня. Ну а прибытие борта президента Казахстана в столичном аэропорту Армении ожидается ближе к вечеру. Глава государства примет участие в переговорах в узком и широком составах. Касым Жумар Токаев, Никол Пашинян, Владимир Путин, Александр Лукашенко и Сурумбай Женбеков обсудят вопросы межгосударственного сотрудничества, подведут промежуточные итоги работы и будут говорить о перспективах интеграционного взаимодействия на ближайшие годы. Рабочий график президента Казахстана в первый день октября традиционно расписан буквально по минутам. Помимо участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета ожидаются и двусторонние встречи на самом высоком уровне. Зарина Ахмеджанова, Алибек Алиев, Дулат Интибеков при поддержке телерадиокомплекса президента. Итоги дня из Армении.